приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том о чем не нужно говорить ни с кем какие моменты какие события действия вам нужно обязательно держать в секрете чтобы не возникало проблем в вашей жизни когда-то одна мудрая женщина сказала что для того чтобы жизнь была полной чашей не нужно рассказывать людям в своем окружении о том что в ней происходит и в тот момент каждый из нас наверное услышал мудрые слова этой женщины и подумал о том что возможно она слегка перестраховывается ведь если относиться к людям с добром то они будут также относиться и к вам что если человек не будет вмешиваться в жизнь других людей пытаться им что-то навязывать то и с вами по идее люди будут поступать также но со временем вы знаете человека когда начинает жить жизнью начинает разбираться и я по начинает осознавать всю их правоту наша жизнь не зависит полностью от того как мы ведем себя по отношению к окружающим людям так как полностью проконтролировать то что на самом деле испытывает тот или иной человек по отношению к вам совсем не просто порой нечистосердечные люди умеют слишком хорошо скрывать свои истинные чувства а мы ошибочно принимаем их за друзей мы их впускаем свою жизнь но и конечно же посвящая во все свои планы что приносит нам только вред так как данный тип людей знает где наши слабые места и с какой стороны нужно на нас негативно влиять если вы задумываетесь и посмотрите на свое украшение то вы увидите что люди которые живут спокойной жизнью и не посвящают свои планы они более успешны а люди которые много говорят в результате мало чего могут осуществить а все потому что на первую категорию нечистосердечные люди не могут влиять так как не знают какие у данного человека слабости какие намерения а узнают уже все по факту когда сделать ничего не могут есть еще одна причина того что первой категории везет больше в их жизни это влияние энергии которые их окружают и помощь от вселенной ведь она помогает только уверенным себе людям и те кто ставят цели для себя всячески стараясь их добиться те же люди которые всем оглашают они делают это уже не для себя а для того чтобы кого-то впечатлить удивить или же порой даже унизить показав свое превосходство если каждый из вас задаст себе вопрос о том что кто из вашего окружения как воспринимает то что вы рассказываете о себе о своих планах и при этом закроет глаза и вспомнит лица людей то вы удивитесь но вы увидите что практически у каждого из вас перед глазами возникнет одно лицо а возможно и несколько которые выражали недовольство в тот момент когда узнали что вы что-то от них скрыли не посвятили в свои планы или же узнав что вы смогли осуществить то о чем так вы давно мечтали начнут вам в эту же минуту льстить так и знаете что эти люди возле вас находятся не с чистым сердцем им что-то от вас нужно они чем-то вам завидуют и желает контролировать каждый ваш шаг такие люди очень опасны потому что никогда не знаешь что же от такого человека ожидать также такие люди отбирают у вас сильная энергия своими негативными помыслами притягивают к вам негатив не благодаря своему умению часто попадают в категорию близких друзей но можно провести еще одну параллель который окончательно укажет вам на помыслы таких людей как часто вам помогли в нужный момент и в той ситуации которая у вас возникла непредвиденно главное ответить себе на этот вопрос честно не пытаясь оправдать данного человека или людей поэтому лучше жить своей жизнью кроме тех с кем вы живете под одной крышей свои дела не посещать никого те кто вас любят будут в нужные моменты сами без просьб подставлять свое плечо так как они всегда рядом и у вас с ними сильная энергетическая связь они на этом уровне ощущают когда вам плохо тоже когда вы добьетесь каких-то успехов или же ваши мечты сбудутся они обязательно от чистого сердца порадуются за вас вы ощутите эту радость также на энергетическом уровне вас будет сильный положительный эмоциональный всплеск который в данный момент притянет к вам и к данному человеку людям потоки сильных положительных энергий которые сделают не только вашу связь более сильной но и наполнит вашу жизнь потоками светлых энергий что привлечет в них еще и радостные события если вы не привыкли держать свою жизнь в секрете вам нужно будет перестроиться а также полностью перестроить свое мышление но когда вы это сделаете вы увидите что настанет более удачная жизнь это что ранее оказалось для вас недосягаемым или же ваши действия сопровождали неудачи останется далеко позади да на это понадобится много сил и времени и мы сегодня поговорим с вами о том с чего вам нужно начать помните о том что все ваши семейные дела должны быть под полным табу так как вокруг вас можете не сомневаться много людей которые хотели бы иметь такую семью как вы или же которые завидуют вашим отношениям с вашей второй половинкой зависть которую не чистосердечные люди испытывают при ваших рассказах о ваших семейных отношениях способны перекрывать сильным негативом потоки через который вашу жизнь приходит энергия любви часто можно заметить что после рассказа подруги о романтическом вечере со второй половинкой о том какое внимание вам оказывали у вас семье возникает сильная ссора которая портит ваши отношения отдаляет вас если такие ссоры частые то за короткий промежуток времени вашей душе или в душе вашего любимого человека может возникнуть пустота и от этого избавиться практически невозможно что может привести к разрыву отношений и чем хуже вам будет в данный момент тем человек который хотел оказаться на вашем месте вот себя лучше ощущать подталкивая вас своими советами в неправильном направлении что будет еще больше усугублять ситуацию бывает и такое что поругавшись со своим супругом вы идете за советом к человеку который считаете близким другом он вам дает советы подбадривает рассказывает что ваш супруг вас недостоин подпитывает вас негативными энергиями которые мешают вам логически думать а когда вы уходите подаете на развод начинается бы вы начинаете больше времени проводить возле вашей второй половинки порой даже умудряетесь строить свои семьи поэтому поругавшись семья оставьте ссоры в доме не выносить ее за пределы чтобы потом не пришлось жалеть о последствиях не стоит о 40 в семье знать никому вы быстрее разберетесь между собой чем если кто-то начнет вмешиваться вашей энергии и переплетать со своей далее низкой не стоит рассказывать и о недопониманиях с детьми о том что возможно на данном этапе ваш ребенок что-то сделал не так допустил ошибку это только ваши взаимоотношения никто не должен об этом знать во первых такими рассказами вы будете унижать своего ребенка показывая что вы ним недовольны а во вторых энергетическое поле ребенка она слабая и злой человек порадовшись событиям которые происходят вашей жизни тем самым отправит разрушительный негатив который в первую очередь подберет ваш ребенок что разрушит его энергетическое поле притянет в его жизнь много проблем различного характера а также недомогания светлой энергии перестанут нему поступать и он будет ощущать слабость поэтому не стоит все-таки рисковать если что-то произошло поговорите со своим ребенком ведь у вас с ним особо связь так как вы вместе сможете справиться с любой возникшей ситуацией никто со стороны вам не сможет с этим помочь если вы решили заняться благотворительностью это также нужно держать в секрете они рассказывать окружающим людям для того чтобы ваши старания были оценены таком случае дело которое вы сделали не излучая добро и не притягивает к вам светлые энергии а наоборот притянет негативные и не только к вам но и к тому кому вы оказали помощь помните добрые дела должны быть тихими только так они имеют смысл поэтому сделал что-то сразу забудьте об этом только где-то озвучите вслух сразу все перечеркнете в один момент такое действие нужно держать в секрете еще потому что если кто-то во время вашего рассказа будет ощущать ненависть то он перекроет каналы которые отвечают за хорошие энергии и ваша жизнь наполнится сильным негативом и помощь уже нужно будет вам особенно в той сфере в которую вы кому-то помогли если дали деньги то останетесь без них оказали какое-то доброе воздействие на жизнь человека взамен получите зло от другого поддержали кого-то моральные помогли что-то приобрести обязательно вы ощутите на себе предательство и что-то потеряете вашей жизни появится и люди узнав о вашем желании помогает другим которые поспешат использовать это качество в своих интересах если вы не готовы заниматься благотворительностью тика не занимаете не занимаетесь этим и вовсе не стоит на показ выставлять и свои достижения так как в такой момент вы стараетесь показать людям которые находятся в вашем окружении что вы лучше и успешнее умнее мудрее что можете достигать того что пожелаете ведь у вас например есть два образования а у вашего собеседника не одного или же у вас квартира небольшой площадь площадью а у там а у того кому вы это подчеркиваете маленькая квартирка ведь бывает такое не правда ли человек в такой момент будет излучать негатив особенно если он недолюбливает вас и считает что вы ничего такого не заслужили это может притянуть к вам с глаз а последствия от него совсем неприятные порой даже непредсказуемые такой момент если у вашего собеседника более сильное энергетическое поле чем у вас вы меняете с ними энергиями он получит то что желает а вот вы получите беды и проблемы такой момент и вселенная откажется от вас а без ее помощи жизнь уже не будет такой благополучной и приятной вы должны понять что свою жизнь вы живете не для кого-то они для того чтобы вас кто-то хвалил а для того чтобы ощущать комфорт получать удовольствие радость притягивать счастье никогда ничем не нуждаться ваше образование это только ваш выбор и этого это никого не должно интересовать это возможно у вас у данного человека в жизни были какие-то неблагоприятные моменты как у вас возможно он был тоже хотел бы научиться но был занят чем-то другим не стоит злить людей лишний раз так как зло зла и негатива вокруг вас и так более чем достаточно если вы этого не замечаете не значит что его нет будьте мягче живите своими интересами делайте то что вам нравится и вселенная вам покажет получить гораздо больше окружи вас своей силой и взяв под свою опеку не стоит рассказывать о своих планах на будущее если только произнесетесь произнесете что-то вслух так и знаете что ничего у вас не получится лучше сделайте а все потом вокруг увидят не переживайте у людей глаза большие так вы не позволите тому кто не искренен к вам повлиять на ваши действия но если что-то пойдет не по плану то вы хотя бы не будете выглядеть смешно в глазах не чувство сердечных людей а ведь сохранить свое собственное достоинство дорогого стоит часто слабо энергетические люди стараются посвящать свои планы других людей так как они не уверены в себе им нужно восхищение и энергии которыми они хотят подпитываться поэтому не относите себя к таким людям наоборот наоборот захотев что-то сделать верьте в себя и только действуйте к нам от наших предков пришла такая поговорка которая звучит следующим образом если желаете нарушить связь со вселенной найдите кому рассказать о своих планах поэтому все-таки не рискуйте живите спокойной жизнью на которую никто не сможет оказывать влияние также держите под секретом и свое финансовое состояние независимо от того есть у вас денежные проблемы или нет и таким действием вы можете нарушить связь с денежной энергией похваставшись вы нарушите ее правило пожаловавшись покажете есть что не готовы ее принимать так как не стараетесь ничего изменить а ищите поддержку со стороны денежная энергия на особо поэтому любит уверенных и сильных людей которые умеют неправильно относиться и не проявляют признаки жадности если возле вас завистливый человек то его поток зависти установить между вами и денежной энергию стену от которой для того чтобы избавиться понадобится приложить много усилий а за это время вы можете остаться и вовсе без денег поэтому если деньги есть вашей жизни цените это и молча благодарите их их а если денег нет на данном этапе значит меняйте свое отношение с денежной энергией смотрите где вы свернули не туда потому что за деньги только вы отвечаете если вы не умеете работать с деньгами это не значит что кто-то виноват вашей жизни вот очень часто такие ситуации люди могут зарабатывать очень большие деньги но они большие транжир они постоянно на что-то тратят деньги при этом это не имеет значения вместо того чтобы собрать на квартиру например или на дом люди не собирают деньги а постоянно транжири тратят на всевозможные рестораны всевозможные вещи которые им точно не нужны или они могут обойтись да есть другое дело что человек может обустроить свою жизнь в арендованной квартире то есть купить технику новую мебель но чтобы человеку было комфорта чтобы человека было вдохновение вдохновение но вы должны понимать что а очень часто вот происходит такая ситуация человеку деньги вскруживает голову и он не знает как для чего ему нужны деньги то есть человек вот хочет деньги плачется но это рассказывается ими вселенная говорит ну ладно давай на вот тебе хорошая работа высокооплачиваемая что ты будешь делать хотя человек в бардал и плакал что ему все время нужно купить квартиру не обязательно в центре города а хотя бы на окраине и жизнь дает высокооплачиваемую работой вы знаете 90 процентов людей не умеет воспользоваться этой возможностью начинают тратить на то что не нужно было тратить конечно есть понятие отпуска есть отдыха допустим два раза в год но не каждую неделю согласитесь поэтому научитесь все таки ценить деньги ценить себя уважать себя научитесь лелеть свое тело свое воображение если вам лишь приходит какая-то мысль вашу прекрасную светлую голову подумайте почему она пришла возможно вам ее нужно реализовать возможному прямо сейчас нужно начать думать над новым каким-то проектом или бывает так что например человек едет машине или общественном транспорте не с того ни сего играет какая-то песня мелодия человеку начинают приходить определенные мысли знаете так высшие силы ваш ангел хранитель пытается до вас достучаться если пришла вам эта мысль вам ее нужно стараться реализовывать да не обязательно в том виде в котором вам это пришла идея потому что очень часто бывает так что вы загорели желанием и начинаете это реализовывать и появляются всевозможные препятствия это нормально друзья то есть вы человек умный мудрый он начинает думать а как я это могу сделать что мне для этого нужно а может мне нужно по-другому что-то взять и так далее и так далее также друзья старайтесь как можно меньше рассказывать свое мнение давать советы рекомендации особенно если люди вас об этом не просят почему потому что вы тратите свои энергии вместо того чтобы созидать своей жизни вы отдаете вот эту энергию другим людям и потом возникает вопрос а почему у нее все хорошо у меня все плохо да вы просто отдали свою энергию через слова через рекомендации через какие-то советы и что вы хотите иметь помните пожалуйста об этом поэтому друзья то что мы сегодня вам рассказали пожалуйста держите все-таки в секрете это очень просто но таким действием вы обезопасите себя обезопасите своих близких и сохраните нужные энергии и ничем не порадуете своих врагов чем меньше о вас знают тем счастливее вы живете друзья сами как всегда был канал за тарика для тебя друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни друзья прямо еще на экране увидите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео всех вам благ не переключайтесь